Итак, я тут подумала, в каких ситуациях мужчина может спокойно надеть кепку козырьком назад, ты пришел к трем вариантам. Итак, первая ситуация — это когда он играет в бейсбол в позиции ловца. Вторая ситуация — это когда ты на тренировке и одеваешь кепку, чтобы ветер не трепал волосы и не задувал в шею. И третья ситуация — чтобы потроллить всех этих модников. Сегодня, господа, мы пройдемся по 25 ошибкам стиля, которые следует избегать. И на 25 позиции у нас очки, которые носят на затылке. Я думал сначала поставить эту ошибку повыше в списке, но потом решил, что все-таки, наверное, есть ребята, которые хотят этим сказать, что у них есть глаза на затылке, и они все видят. Что ж, если это так, то пусть будет. Ведь я не нашел ни одного подтверждения или опровержения. Ух ты, показалось, что я видел что-то. Может, это работает? На 24 позиции — это кеды вместе с костюмом. Это прикольные кроссовки, но не надо их надевать с костюмом. Это темные кроссы, но все же не надо их надевать с костюмом. Это беговые кроссовки, если вы надеваете их с костюмом. Упаси вас господь. А вот это туфли. Это то, что носят с костюмом. Все ясно? Далее в списке — это переполненный кошелек. Но тут я больше ставлю акцент на все эти карточки. Скидочные, клубные, просроченные. И то, что забивает вам кошелек. Как бы вам не нужен кошелек, из-за которого у вас начнутся проблемы со спиной. Большие логотипы просто нет. Только если вам за это платят. Далее у нас идет это сумочки и дульки. На этот счет я сомневаюсь, считаю, что у некоторых получается очень стильно это использовать. Вот эта сумка, например, она моя. Я называю его ранец, а не сумка. Ребята, напишите в комментариях, согласны или нет, что насчет дульки на голове. Далее это одинаковый галстук и платок. Ну причина — это то, что всем понятно. Вы купили это как сет, даже не задумывались. Лучше выбрать себе галстук и платок, который подходит друг к другу. Всегда заправлять вашу рубашку. Носить рубашку на выпуск — это плохой тон. А когда она заправлена, надо всегда проверять, чтобы она была внутри брюк, а не свисала пончиком по бокам. Далее рубашка застегнута на все пуговицы. Считаю, что ребята помоложе, которые разбираются в стиле, могут и попробовать такой образ. Для более взрослых парней не думаю, что это будет выглядеть прикольно. Все-таки это для молодняка. Лучше использовать галстук для поддержки. Далее у нас идут клипсы на подтяжках и галстуки на резинке. С подтяжками тут вот что. Это демонстрирует, что вы не особо старались, чтобы создать свой образ. То есть вы как бы хотите носить подтяжки, но при этом не хотите подойти к этому вопросу серьезно. Какая альтернатива таким подтяжкам на клипсах? Классические подтяжки на пуговицах. Потому что для этого вам придется постараться нашить пуговицы на внутренней части брюк. А затем подобрать себе подтяжки, у которых есть ушки для пуговиц. В них удобнее, они лучше держат брюки. И это куда более стильно. Что же насчет галстука на клипсе или резинке? Ну, тут все просто. Вы демонстрируете всем, что вам все равно. И вы не хотите учиться тому, как вязать узел. Ребята, это не сложно. Это вообще, наверное, первый шаг к тому, чтобы становиться мужчиной. Научиться вязать галстук. Идем дальше по списку, и вот что у нас идет. Носить одежду для зала целый день. Спортивная одежда, она сделана для занятий спортом. У нее есть своя цель. Она функциональная и не сковывает движение. В ней можно потеть, она хорошо впитывает влагу. Ну, я понимаю, что эта одежда удобная. Но у многих есть предубеждение, что красивая одежда, она неудобна. Но это не так, когда одежда вам по размеру, и вы привыкли к ней. Когда вы уже знаете, как в ней ходить, и чувствуете, что стильная одежда придает вам другие ощущения. Вот о чем я говорю. Потому что вы никогда не знаете, какие возможности ждут вас за углом. Но если вы не соответствуете, то вы можете упустить эту возможность. Мешковатые хакки или еще известные, как штаны-подгузники. Если ваши штаны такие мешковатые, что свисает лишняя ткань, то не покупайте их или отнесите портному. Пускай их подошьет для вас. Если вы собираетесь добавить в свой гардероб шляпы, поздравляю, это поможет вам выделяться. Но будьте аккуратны, чтобы не наломать дров. Знайте этикет и когда можно надеть шляпы. Когда ее лучше снять и как правильно выбрать шляпу. Далее у нас идет слишком длинные футболки. Я думал сначала, что это ошибка с размером, а это оказывается модный тренд. Мой совет держаться от этого подальше. Говоря о трендах с футболками, есть еще одни, это огромные вырезы. Это выглядит круто абсолютно ни на ком. Ну вообще не знаю, кто захочет вообще видеть мужское декольте. Итак, мы добрались до топ-10. Думаю, это уже очевидно, но все же некоторые нарушают. Это белые носки с костюмом и туфлями. Это никогда не выглядело хорошо. Джорты. Это гибрид штанов и шортов. У них характерная длина и это абсолютно безвкусно. И говоря о больших шортах, хотел бы выделить рабочие шорты. Думал их внести в список, но все же иногда мужчине требуются такие шорты. Только не надо там камуфляжей, грязных в пятнах или старых рваных шорт. Все же придерживайтесь простого и опрятного вида. Большинство ваших шорт должны быть без боковых карманов длиной в 17-20 сантиметров от паха. По размеру и не мешковатые. Кроксы, на этом все. Итак, господа, переходим к самому злу — носки с сандалями. Это как масло и вода. Они не созданы друг для друга. Сандали были сделаны для того, чтобы носить их без носков. Грязные туфли. Проблема тут в том, что вы не заботитесь о вещи, на которые вы прилично потратились. А это важно. Полировка туфель защитит их от воды, соли и всего прочего, что может им навредить. Джинсы, брюки и штаны, которые не подкорочены вам по размеру. Если они слишком длинные, то вы просто рвете их пятками. Ребята, найдите время, чтобы подкоротить свои джинсы по размеру. Зауженные джинсы на парнях, которые не совсем тощие. Прошу вас, не надо. Грязные длинные ногти. Ребята, следите за вашими ногтями. На первом месте самая ужасная ошибка, которую может допустить мужчина, это свисающие штаны. Мне вообще было очень интересно, как вообще мужчина может поддаться такому влиянию тренда моды. Об этом тренде есть много запутанной информации. Они говорят, что это пошло из тюрьмы. И это говорит, что ты открыт к определенным ситуациям в жизни. Это частично правда. В тюрьме не позволяют носить ремень, и там у всех штаны свисают. Это говорит о том, что вы отрицаете культуру, и кстати, из-за этого меняется походка. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.